Замечательный художник, причина вызывает Элизаван Восток во все времена тем, что художник пример потрясающего психологического портрета. Несмотря на то, что он смотрится достаточно легким и салонным, портрет очень тонкий. Он потомок из Франции, вначале приехал его дед, преподавал работу, но он больше был по леоплине и архитектуре в академии, потом отец, потом у отца родилось три сына. То есть был еще один известный очень архитектор, брат его, сейчас не буду знать имени, не помню. Вот. А третий брат, младший, по-моему, он в юности выскочался. Ну, вот их двое осталось. Очень много рисовал. Очень много рисовал, когда учился. Чтобы больше хватало на еду и на разные нужные материалы, по пользу своих товарищей учеников, делал фана, то есть там рисовал, очень много помогал. Поэтому рука у него просто феноменальна была. Изначально у них фамилия была Прилов, по-моему, Оф не было. Оф это им за определенные заслуги царь. Дарова. То есть фамилия Прилов появилась позже. Вот здесь есть как раз, он не дописанит таблиц. То есть вот тут не дописанит вещи. Совершенно, то есть вот определенный у него свой подход. Этот светлый цвет. Что вот здесь очень хорошо видно? Гризаль. Гризаль. То есть он был мастером Гризаль. Тругое дело, что он уже, когда писал Гризаль, во многом закладывал в нее цвет. При жизни портреты были еще более сереневатые и холодноватые. То есть это как Энгард, которого спрашивали, почему у него такие холодные портреты в лице. Он говорил, что мои портреты допишет время, потому что он видел на примерах старых мастеров, как лак и лисировки желтеют и получается потом нужный телесный оттенок. В общем-то и здесь, то есть мы сейчас видим, что портреты на самом деле, то есть когда они были при жизни написаны, они были в тоне посветлее и похолоднее. Поэтому насчет синеватых и сереневатых тонов ходили нелестные шутки при жизни. В данном случае он идет от портрета. То есть есть разные подходы в создании портрета. То есть такой уверенный мастер, как Брюлов, мог себе позволить написать вначале лицо, а уже потом к нему переписать все остальное. Художник, которому с этим сложнее справиться, он каким-то определенным тоном прокроет фон, нанесет рисунок определенный. То есть, можно сказать, с эскизы, с зарисованным. Здесь настолько верная рука, что видно, что он писал сразу кистью, без карандаша, то есть глаз. И по описаниям современников Брюлов работал очень быстро и он не мог работать долго. То есть вот он работал где-то, может быть, часа полтора-два в день. Но за это время, то есть, ну это уже когда он зрелым стал, то есть он больше не мог, может быть давление было внутричепное, может еще что-то. Но он успевал сделать только столько, сколько другие художники не успевали и за целый день сделать. То есть вот техничность, уверенность, то есть он видел работу на 90, на 80, на 90 процентов, какой она будет в итоге. Это очень ценное качество и оно как раз приобретается большой-большой практикой. Конечно, здесь мы видим, что, то есть это пример, как на... Он был пенсионером от академии, он очень много работал в Италии. И, кстати говоря, и умер-то он, по-моему, в Италии, где-то там, в одном из городов, то есть сейчас не помню какой точный город, но... Он, его постоянно царь-батюшка 25 лет. Исаакиевский, надо было расписывать. То есть он там начал, а потом уже, то есть, ну как бы с годами здоровье ухудшалось, и из-за климата он долго там находиться не мог. Плюс был некоторый конфликт с монарком и с монашей семьей, потому что его пытались заграть в какие-то определенные рамки, навязать какие-то определенные заказы. И это было настолько для него больно, то есть, и настолько, то есть, вот он не хотел поступаться своими какими-то определенными принципами, что даже когда... Искусствоведы и его близкие трое, где описали ему, что приезжай в Санкт-Петербург, то есть там тебя там доставать не будут. То есть там аудиенциями, да. Именно, кстати говоря, по этой причине вы не увидите портрет кисти Грилова, то есть там Александра Первого или Александра Второго. То есть вот таких известных портретов вы не увидите. И часто он изображал на своих портретах тех людей, которые не совсем были в Глобе Целина. Эту информацию я подчеркнул, конечно, из советской литературы, потому что если бы эта литература была написана до революции или в наше время, на этом акцента бы не было. Но факты интересные. То есть это непритуманное. Это очень жизненно. Да, очень жизненно. Вот. Фоны, опять же, фоны, как пишутся тени, вы можете видеть из данного портрета. Цветный холст. С минимальным количеством бельев взят вот этот вот коричневато-красный тон. И где-то он идёт лёгкий в растяжечку, в протирочку. Потом становится где-то плотнее. На первом плане чуть больше белья идёт, но они лёгкие. И самые активные акценты идут на светах. Вот видите, это видно очень хорошо на примере лба, носа. То есть если он себе где-то позволяет набрать фактуру, он это именно делает там, где она очень нужна. Великолепно пишет рапировки одежды. То есть с материальностью никаких проблем нет. И в то же время вот заметьте, как он смело даже в женских портретах подчёркивает вот эту вот синеву, которая разделяется, то есть розовые щёрки. Тёплый лоб с холодом идёт лицевая часть, то есть где подбородок и бак круглый. У другого это была доживопись на грани фона. У него это смотрится хорошо. Одна из ученических, по-моему, второго его обучения академии, это иргения у пастухов. Если честно говоря, к стыду своему я сейчас не могу вспомнить этот сюжет мифологический. Я вам лучше про турнии. То есть кому очень надо, мы потом прочтём. Да. Здесь видно, что правой стороной фигуры как раз вообще не прописаны. Да, да. Да, да. Вот поймите, что вот именно как раз на таких примерах мы можем очень хорошо видеть, как создавалось форму. Что вот мы здесь можем сразу сказать? В рисунок сразу не попал. Однозначно картону, по которому тут же обвёл и ни шага влево, ни шага вправо не было. Фигура передвигалась. Видно? Видно? Да, да. То есть и шёл определённый поиск. Изначально планировал драпировку другого цвета на красный. Потом понял, что нужно от этого цвета улететь слишком яркий. То есть и у него красный акцент остаётся вот на красно-коричневой драпировке в тени. То есть вот идёт движение. То есть в работе, то есть... Но финишная стадия всегда великолепна. Спасибо. 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 Спасибо.